Да сколько же всего кредитных кооперативов? Скажу честно, не так уж и много. Покатавшись до Нового года, я съездил, где-то достаточно долго ходил. Если брать банки, то банков как раз больше. Представляете, все приезжают и думают, что у нас много денег, и мы деньги свои отнесем. А еще все банки думают, что эти денежки, которые мы им отнесем, они быстренько дадут, и все возьмут себе кредиты. Нет, такого не бывает. Магнитогорск уже давненько отошел от составляющей, когда все были в кредитах, и теперь живет немножко по-другому. Ну, как я. То есть я живу, поскольку есть деньги, я их и трачу. А нет денег, ну и нет денег. Конечно, хотелось бы взять свои деньги и отнести их вот сюда, в кредитный кооператив «Гранд Капитал Кредит». Потому что работая уже почти полгода, я понимаю, что это серьезная структура, и она работает. А других-то и нет. Ко всем захожу, и кто-то не работает. Поэтому прежде чем работать с кем-то, возьмите документы, они здесь есть, вот туда поднимитесь, посмотрите, где все дело зарегистрировано. Если это магнитогорск, то почему бы и нет? А давайте по чесноку. Как работает кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит». Как единственно правильный кооператив он платит и мне в том числе. И в смысле, как единственно правильный кооператив, я его и показываю. Единственно правильный кооператив платит мне денежки сразу на 4 месяца. И единственно правильный кооператив понимает, куда я эти денежки деваю. В голову. И к слову о том, что у нас есть банк один, и я ему отдал многое. Так вот этот банк не понимает, что с моей головой. А кредитный потребительский кооператив понимает. Ну а теперь давайте зайдем внутрь. Может и вам станет понятно. Я, конечно, понимаю, что очень много кредитных кооперативов. Все хотят наши денежки взять. Ну, может быть, так и должно быть. Но не все же работают в Магнитогорске. Вы сколько работаете в Магнитогорске? Мы открылись в сентябре 2011 года. В этом году нам уже будет 3 года, как мы работаем. Наш офис находится в городе Магнитогорске, зарегистрирован в городе Магнитогорске. Я могу эти документы увидеть, если я приду прямо к вам? Конечно, даже при входе у нас на стенде висят наши свидетельства о регистрации. В большом количестве у вас в Магнитогорске есть немагнитогорские фирмы. Имеет ли смысл с ними работать или проще работать прямо с вами? Конечно, проще с нами. Потому что мы здесь, мы никуда не собираемся. Мы только всегда развиваемся, стараемся развиваться, открываться в других городах, тоже филиалы. Естественно, вы привлекаете клиентов. Что вы им дарите? Каждому новому вкладчику у нас дарится ценный подарок. Что за ценный подарок? Это бытовая техника, шампанское, конфеты. То есть можно прийти, вам денежки отдать, получить хорошие, не только сюрпризы, но еще и проценты? Проценты, да, конечно. Тогда не будем говорить про других людей, да, про банки не будем говорить, потому что у нас все банки коммерческие, да, все коммерческие банки. Нету такого, что была бы государственная банка. Это все лапша на уши. Во всех банках проценты не такие большие, да, 7%. Если говорить про валюту, допустим, проще бы деньги держать в валюте, но опять же валюта встала и все, и уже ничего не делается. Сколько у вас процентов? У нас идет в зависимости от суммы вашего вклада от 23 до 26 процентов годовых. То есть можно было бы сказать, что если у вас деньги не в валюте, вы все равно получаете нормальную прибыль, и это больше, чем банковский процент? Да, конечно, больше, намного больше. Так что же будет дальше? А я вам дальше все объясню. Мы потихонечку начали душить всю банковскую систему, а надо было это сделать и раньше. Раньше существовал один банк, и все абсолютно нормально развивались. Сейчас банков 900, и развития нет. Банкиры покупают себе подмосковную элиту и валят отсюда. И это ваши деньги. Может быть, хватит, а? Конечно, будем надеяться, наши перцы поймут, что надо управлять страной правильно. И, надеюсь, снизят ставки по кредитам и дадут волю денежным средствам. Но вот когда это произойдет, я пока не понимаю. А пока-то дело за малым. Не хотите угорать на инфляцию, вот и подумайте, куда ваши денежки надо отнести. Вот то, что работает в Магнитогорске, оно прибыль приносит и вам, прибыль приносит и себе. Потому как, а у кого еще деньги-то брать? Лучше у тех, кто рядом. Представляете? Есть и другие кооперативы, они не магнитогорские. Это то же самое, что эти пирамидки. Представляете, пришли, вам рассказали о чем-то и слиняли. Совсем здорово. Вот, и вы потеряли денежки. А есть еще такие, которые не страхуют ваши денежки. А здесь все, и страхуется, и вы получаете свои непосредственные денежки. А добраться сюда достаточно просто. Труда21, кредитный кооператив, грант, капитал, кредит. Ну и вот все мои вклады, они за моей спиной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!